Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Игорь Линк, и сегодня у нас достаточно грустный и непредвиденный повод для встречи. Я начну издалека, я родился 3 июля 93 года, и это значит, что мне уже 26 с половиной лет, это значит, что я прожил уже достаточно долгую и насыщенную жизнь, в ней были взлеты, были падения, было горе, была радость, и были такие моменты, которые навсегда впечатались в мою память, но о которых я практически никогда никому не рассказывал. И начну я с совсем давних времен, когда я еще ходил в свою первую школу, всего школ у меня было 2, во вторую я поступил где-то примерно в девятом, если меня не изменяет память, классе, но до этого я ходил в самую обычную, общеобразовательную школу, ну как общеобразовательную, с углубленным изучением английского языка, я думаю, что это не принципиально важно, и как вы можете видеть по мне, точно так же это было и в детстве, у меня достаточно хрупкая комплекция, я парень не особо сильный, а это значит, что я был не очень силен в драках, а как вы знаете, дети, особенно в школах, они очень любят подраться, особенно вот в начальных классах, так они выясняют, кто из них лидер, у кого из них авторитет выше и так далее. И, как вы можете опять же видеть по мне, я в драках не особо часто побеждал, и мне часто делали очень больный побьюн, и в связи с этим я обладал не самым высоким авторитетом в классе, и меня это очень сильно парило, меня даже парили не столько синяки, ссадины и вот эти прочие результаты драки, сколько то, что со мной никто не хотел дружить, девочки вообще не воспринимали меня как представитель противоположного пола, и даже учительница любила меня почмырить. И вот как-то раз после школы самый главный хулиган нашего класса, которого, кстати, звали Иннокентий, что сейчас мне кажется очень забавным, потому что, казалось бы, Иннокентий это такое имя, которое присуще такому интеллектуалу, благородному человеку, но тот Иннокентий был самым настоящим быдлом, он был наглого выше меня, у него было два огромных бицепса, размером с голову мою, наверное, каждый, и Иннокентий очень часто занимался тем, что добавлял очки к своему авторитету за счет того, что просто наваливал мне лещей. И этот раз, по идее, вроде как не должен был ничем отличаться от всех предыдущих разов, когда Иннокентий давал мне подзатыльники после школы перед всеми остальными учениками, но произошло нечто настолько неожиданное и необычное, это было похоже на какую-то сцену из фильма. Представьте себе такую картину. Стою я, рядом со мной стоит вот этот вот шкаф Иннокентий, который выше меня, шире меня, больше меня, Иннокентий уже замахнулся для того, чтобы в очередной раз вмазать мне, я уже приготовился слышать хохот одноклассников, которые обступили нас вокруг, они просто обожали потешаться над тем, как Иннокентий издевается надо мной. Но тут внезапно, где-то неподалеку, зазвучала музыка. Она доносилась из динамика телефона мальчика, который проходил мимо этого мальчика, звали Валерий. Я лично с ним не был знаком, он обычно был где-то на домашнем обучении. Не знаю, зачем он в этот день пришел в школу, вообще у него был синдром Дауна. Но не в этом суть. Суть в том, что я был заворожен этой музыкой, и я до сих пор помню слова, которые звучали в той песне. When I'm in town, putty is going down, shoot him down with the fifty round. Тут я почувствовал, как пальцы на моей руке, они сами стиснулись в кулак. Дальше я не помню, что произошло, но буквально через пару секунд я услышал хруст. Еще секунду спустя я видел лицо Иннокентия, который лежал передо мной, схватившись за рот. У него был невероятно испуганный взгляд, он как будто не верил в происходящее. И тут я осознал, что я стою над ним с вытянутым кулаком, который только что проехался по его челюсти. И я бросил угрожающий, просто полный ненависти и ярости взгляд, после которого Иннокентий до конца нашего обучения в этой школе просто ни разу ко мне не подошел даже на метр. После этого мой авторитет в классе вырос просто до небывалых высот. Все девочки хотели встречаться со мной, мальчики все просто хотели быть у меня на подсосе. Так я, в общем-то, доучился до девятого класса и ушел в другую школу, где надо мной снова издевались. Где-то спустя 10 лет после того случая с Иннокентием настало время поступать в университет, настало время выбирать факультет. И я особо не мучился с выбором, я поступил на физико-математический факультет. Дело в том, что я очень интересовался физикой, техникой, ракетами. Я мечтал о том, чтобы стать космонавтом SpaceX. Я хотел, чтобы Илон Маск посадил меня на свою ракету и отправил на какую-нибудь планету, чтобы я был каким-нибудь первопроходцем, чтобы обо мне писали в учебниках, чтобы я был как такой своеобразный Юрий Гагарин. С поступлением у меня не возникло никаких проблем, потому что у меня были призовые места на Всероссийской Олимпиаде по физике, по математике. Поэтому меня приняли вообще без какого-либо конкурса, ЕГЭ у меня даже не смотрели, хотя у меня было по 90 баллов практически по всем профильным предметам. И я думаю, что вот те, кто также учится на каких-то технических специальностях, меня поймут и поддержат, скажут, что я не вру. Дело в том, что на физико-технических и физико-математических всяких там факультетах очень большая проблема с красивыми девушками. Их там очень мало. Красивые девушки это там просто что-то на вес золота. И вот на нашей кафедре, это была кафедра прикладных физических измерений, на этой кафедре был такой, знаете, слиток золота. Девушка по имени Ангелина, она была невероятно красива, красива даже, наверное, по меркам каких-то гуманитарных факультетов. Ангелина пользовалась популярностью всего курса, практически все парни приглашали ее на свидание и ходили слухи, что она никому из них, в общем-то, и не отказывала. Но я до сих пор считаю, что это все просто грязные слухи и попытки опорочить честь девушки всякими завистниками. Я же, в отличие от этих парней, как человек скромный, человек не совсем уверенный в себе, постоянно боялся подойти к Ангелине, потому что, ну, думал, что, ну, камон, как бы, зачем ей что-то со мной встречаться, когда у нее такой большой выбор, она может встречаться с какими-то там спортсменами. Поэтому я, в общем-то, даже не предпринимал никаких попыток позвать ее куда-то на свидание, поговорить с ней, то есть мы с ней за первые несколько месяцев обучения в одной группе практически ни разу даже вместе не разговаривали ни о чем. И вот как-то раз я возвращался домой из университета, как сейчас помню, это был пасмурный день, я стоял на остановке, ждал свой 13-й троллейбус, тогда я еще ездил на троллейбусах, это сейчас у меня есть электросамокат, но тогда электросамокатов ни у кого не было. Вот, и, значит, приезжает этот самый троллейбус, я сажусь с него, оплачиваю проезд, и тут меня как будто током бьет. Я вижу, что на противоположном конце троллейбуса сидит и грустно смотрит в окно, кто бы вы думали, конечно же, Ангелина. И тут я думаю, что, ну, чувак, вот, это просто твой шанс, ты сейчас должен подойти и заговорить с ней хотя бы, просто поздороваться, представиться и что-нибудь такое, потому что, ну, даже если она сейчас тебя пошлет, то этого кроме тебя и ее никто больше не увидит. И, как бы, имиджевый урон, он будет просто минимальный. Но, даже несмотря на то, что логически я понимал, что ситуация для знакомства, она просто идеальна, мое тело как будто бы сковал такой, знаете, первобытный страх. Я думаю, что со многими из вас такое происходило, там, в молодости, может быть, с кем-то даже и сейчас. Я просто не то, что не мог подойти к ней и заговорить, я не мог вообще пошевелиться, у меня не шевелились конечности, я просто не мог ими управлять. И в глубине души мне даже начало хотеться, чтобы она ни в коем случае не обернулась и не заметила меня, чтобы не возникло какой-то неловкой ситуации, как вдруг я слышу музыку, музыку, которая доносилась из колонки JBL. Слева от меня было такое сдвоенное сидение, и там лежал парень, он лежал в луже собственной блевотины, потому что он, видимо, был под эффектом каких-то запрещенных препаратов, но не суть важна. Важно то, что из его JBL-овской колонки доносилась чудесная песня. Я, как сейчас, помню слова этой песни. И эти слова, они навсегда впечатались в мою память, а в тот момент они еще и позволили мне обрести контроль над моим телом. Я почувствовал, как страх отступил, и я почувствовал, что я могу встать и подойти к ней, что я, в общем-то, и сделал. И как только она заметила меня, она повернулась в мою сторону, и она улыбнулась. В этот момент я почувствовал, что моя симпатия, она взаимна. Я подсел к ней, спросил, как дела. Она ответила, что все хорошо, спросила в ответ у меня, как дела. Мы разговаривали, я очень многое узнал про нее, и когда мы доехали до ее остановки, она должна была выходить раньше меня, она на прощание поцеловала меня. И все это, вся наша поездка, этот поцелуй, наше знакомство, все это происходило под эту чудесную песню, которую я помню сейчас. И именно с этой песней ассоциируется у меня этот счастливый, один из самых счастливых моментов в моей жизни. С тех пор прошло где-то еще пять лет, мы с Ангелиной успели повстречаться и разбежаться. К тому времени я уже начал делать видосы по доте. И вот в один прекрасный день я заметил, что у меня на моем указательном пальце правой руки появилась какая-то странная родинка, вот здесь, вот на кончике. Сначала я не обратил никакого внимания. Ну, типа, очередная родинка, учитывая мои проблемы с печенью, в этом, в общем-то, нет ничего удивительного. Но спустя какое-то время я начал замечать, что родинка, она приобретает достаточно странную форму на месте, где она появилась, образовалась какая-то припухлость. И я понял, что, ну, как бы, пора мне идти к врачу с этой херней, потому что мало ли что. И так оно, в общем-то, и получилось. Терапевт отправил меня к онкологу, и онколог уже поставил мне финальный диагноз. Это рак указательного пальца второй стадии. Казалось бы, на тот момент все было не так плохо, опухоль оказалась операбельной. Мне предложили удалить указательный палец, но я отказался. Несмотря на то, что это принесло бы мне полное исцеление, и моей жизни после этого бы ничто не угрожало, тем не менее, я бы не смог играть в Доту 2. Мне оставалось буквально 100 очков до рейтингов 4000. Поэтому я сказал, что сейчас, подождите, я возьму себе 4000 ММР, и после этого мы там удалим палец и все, что вы скажете. В итоге я потратил где-то 3 месяца на попытки взять вот этот рубеж, но у меня так ничего и не получилось. А тем временем палец увеличился до критических размеров, и врачи уже начали разводить руками, говорить о том, что теперь опухоль уже неоперабельна. Рак распространился по всему моему организму. Раковые клетки, они находились буквально везде. Меня положили в самый лучший онкологический центр в Петербурге. За мою жизнь боролись самые лучшие специалисты, в том числе там были даже врачи Путина. Но мой случай, он был практически безнадежен. Палец по размеру уже был практически размером с мою голову. Он был черного цвета, та самая родинка, она расползалась. Это была меланома или как это называется, я уже не помню. Я зато прекрасно помню тот день, когда в мою палату вошел врач, и после очередного осмотра он так пристально посмотрел на меня в глаза. И без какого-то на самом деле даже сочувствия, таким железным голосом сказал, «Игорь, вам осталось две недели, сами знаете до чего, советую вам уладить все ваши дела». После чего он просто встал и пошел к другим своим пациентам, как будто бы даже не понимая, что вот значит для меня то, что он сейчас сказал. Немного отойдя от шока, я достал бумагу, достал ручку, открыл окно пошире. Дело в том, что было лето, хотелось вдохнуть свежего воздуха. Я в палате находился один, несмотря на то, что сама палата была двухместной, причем у меня еще и телевизор там стоял, то есть по меркам российских больниц у меня были просто условия класса люкс. И вот я значит сижу, пишу свое завещание, решаю, кому достанется мой телефон бюджетного сегмента марки Huawei, кому достанется мой компьютер игровой с видеокартой 950 GTX, и кому достанется моя игровая мышка с логотипом Dota 2, который светился красным цветом. И вдруг с улицы до меня доносятся звуки музыки, причем музыки настолько мелодичной, настолько гармоничной, настолько прекрасной, что поначалу я подумал, что она звучит только у меня в голове, и кроме меня ее никто не слышит, потому что она просто не могла быть реальной, настолько она была восхитительной. Но со временем музыка становилась все громче и громче, тогда я понял, что она действительно доносится с улицы, я подошел к окну, выглянул в него, и увидел парня на инвалидной коляске, у него было ДЦП, и на коленях у него лежала такая большая блютуз-колонка Sony, из которой доносилась эта самая музыка. Я до сих пор помню слова, которые звучали в этой песне. I blow my money on my beach, then I kill kitty, that beach my city. И все это звучало настолько прекрасно, я как будто бы услышал песню ангела, и тут я почувствовал, что во мне происходят какие-то изменения, я почувствовал, как раковые клетки по всему телу, они начали самоуничтожаться, я опустил глаза на свой палец, и вы не поверите, но прямо на моих глазах опухоль начала уменьшаться, буквально где-то секунд за 10 она уменьшилась с размеров моей головы до размеров, практически размеров моего пальца, который вы можете видеть сейчас. И более того, то огромное черное пятно, та самая меланома, она скукожилась в малюсенькую точку, и спустя где-то минуту она просто бесследно исчезла, и мой палец превратился в самый обыкновенный человеческий палец, ровно такой же, какой вы можете видеть и сейчас на моей руке. И врачи были просто в шоке, они не ожидали, что я не то, что выздоровлю, а то, что я протяну хотя бы там месяц или еще сколько-то. В результате меня насильно оставили в больнице, меня не стали выпускать, потому что это был невероятно уникальный случай. Врачи настояли, чтобы меня полностью обследовали, меня поместили в такой полиэтиленовый пузырь, как в фильме «Парень из пузыря». И в этом пузыре меня возили по всяким конференциям, и врачи всячески пытались понять, как же такое произошло, как же я смог побороть рак четвертой стадии. Но все они просто игнорировали мои слова о той самой чудесной музыке, которую я слышал. Все они думали, что я просто свихнулся, либо что это просто не имеет никакого отношения к тому, что произошло. Но я-то знал, как все на самом деле обстояло. Я прекрасно знал, что именно эта самая чудесная ангельская музыка, именно она вылечила меня от этой страшной болезни, и именно она спасла мне жизнь. И вот где-то примерно день назад я, как обычно, сижу ВКонтакте, смотрю всякие смешные мемы с МДК, с Фарча, ну вот где самое смешное все постят. И тут я замечаю, что на моей странице, под моим последним постом, который был посвящен чему-то там, связанному с Ютьюбом, какой-то чел с черно-белой аватаркой в комментарии мне кидает аудиозапись. И я думаю, ну, походу какой-то очередной дурачок, думает, что, значит, его музыкальные вкусы кого-то там интересуют, но перед этим решил, перед тем, как кидать его в ЧС, я все время так делаю, я решил послушать, что это за песня, потому что, ну, вдруг это какая-то песня про Ютьюб, и тогда она, ну, как бы имеет отношение к посту, и то, что он ее скинул, это, в общем-то, было бы оправданно. Я нажимаю на кнопку Play, и тут в меня как будто бы бьет удар молнии, потому что я безошибочно в этой песне узнаю ту самую мелодию и те самые слова, которые я слышал где-то лет 15, наверное, назад, когда стоял рядом со школой после занятий вместе с Анакентием ту самую песню, которая позволила мне собраться с духом и показать всем окружающим, чего я стою на самом деле и что ко мне нельзя относиться, как к какой-то половой тряпке. И тут меня осенило. Я нажал на имя исполнителя для того, чтобы вывести полный список его треков и сразу же, практически сходу, нашел трек, под который я целовался с Ангелиной. Поискав еще немного, я нашел и тот трек, который фактически излечил меня от рака и спас мне жизнь. Этого исполнителя, который повлиял на мою жизнь даже больше, чем те люди, с которыми я был знаком, звали Джуз Волт. Причем вот эта фамилия или псевдоним Волт писалась капсом, большими буквами, без буквы О. И я сразу же начал искать, как мне связаться с этим человеком, как мне ему написать или, может быть, встретиться с ним лично. Я хотел поведать ему свои истории, я хотел рассказать о том, насколько сильно его музыка повлияла на мою жизнь. Но тут я вспомнил, что у того чувака, который скинул мне этот самый трек, была черно-белая аватарка. И тут в меня сразу же закрались самые мрачные мысли. Я вновь спустился в комментарии к своему посту, нашел тот самый комментарий с этой аудиозаписью, перешел на страницу этого чувака, и последней записью на его стене, и его аватаркой, в общем-то, была... была фотография Джус Уолда. Слева, снизу на этой фотографии была черная траурная лента, и я сразу же понял, что это значит. Практически сразу, зайдя в Google News, я прочел новость о том, что буквально сутки назад Джус Уолд скончался. Трагичная смерть. Он почувствовал себя плохо в аэропорту абсолютно внезапно, после перелета на своем личном самолете, в котором позже нашли 30 килограмм марихуаны. Я не знаю, что стало причиной его смерти, мы можем только догадываться, может быть, какая-то хроническая болезнь, может быть, его отравили завистники или еще кто-то, может быть, какое-то покушение на убийство. Я думаю, все это со временем выяснится. И, конечно же, вы сейчас спросите меня, зачем я записываю это видео, для кого это, зачем я рассказываю вам все эти истории. Дело в том, что я не являюсь каким-то верующим человеком, я не верю в загробную жизнь, но в глубине души я хочу верить и надеюсь на то, что каким-то образом Juice WRLD слышит или видит то, что я сейчас говорю, и если это действительно так, если ты сейчас видишь меня, если ты слышишь то, что я сейчас говорю, я хочу просто сказать, что я люблю тебя. Я не знаю, как отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал, за все эти счастливые моменты, которые я пережил в своей жизни благодаря твоей потрясающей музыке. Мне очень жаль, что я узнал о тебе только вчера, о том, что я не смог рассказать тебе все это еще когда ты был жив. Прости меня, Juice. Прости меня. Я не знаю, что еще добавить. Почему Бог всегда забирает самых лучших? Субтитры создавал DimaTorzok